В последнее время в хип-хопе замечается очень необычная тенденция. Звездами и кумирами молодежи становятся очень юные представители. И именно в 2017 году эти фрешманы стали по-настоящему взрывать. Сначала был Экс, который к середине января наделал такой шум, что все СМИ только и трубили о нем. А Look at Me стала международным хитом. На момент этой бури в инфополе музыканту было всего 18 лет. В дальнейшем хайп стих и на радарах появился новый герой Lil Pump. Не менее сумасшедший, обладающий харизмой, самобытностью и ни на что не похожим стилем. У которого появилось уже немало адептов в России. И сейчас этому парню всего 16 лет. Казалось бы, всего 16, но куда еще младше? Ведь это будет смотреться смешно и глупо. И тут-то мы опять сталкиваемся с технологией окна Вертона. Когда из разряда немыслимого и невозможного вещь переходит во вполне реальное и привычное. В России мы уже видели, какой кидрэп могут показывать наши индивиды. И смотреть без слез на это нельзя. Я тебя растопчу и уничтожу, и будешь засморкать свою небритую розу. Чего, блять? Однако запад на то и запад, чтобы удивлять и подкидывать новые имена фрешманов. И как вы видите из названия видео, сегодня я предлагаю вам познакомиться... Страшно говорить. С этим 11-летним вундеркиндом, который зовет себя Мэтт Акс. И когда я узнал его возраст, у меня сразу появилось скептическое отношение к его музыке. Ну вот вспомните себя в 11 лет. Я уверен, что в этом возрасте большинство даже два слова связать не в состоянии и доходчиво доносить свои мысли. Но открыв его клип, увидев сколько там просмотров и высокую лояльность, мне стало интересно, что же там такого особенного. А там было следующее. Совсем юный парень, читает о веселой и беззаботной жизни. На его голос наложены эффекты, но это не портит картину, а даже придает изюминку его стилю. Он прыгает на крыше машины, флексит, играет спиннерами. Особенно забавен этот паренек. Ну и конечно же пачка денег в руках. Причем с нарастающей популярностью этого таланта. Вера в то, что эти деньги могут быть его только усиливается. А что же известно о нем? А известно не очень много. Он из Филадельфии, обожает математику. Уже в 4 года подсел на старые альбомы Эминома и Мерлина Мэнсона. Ему нравилась та агрессия, то противопоставление миру, которые были в треках этих музыкантов. И уже в 6 лет он потихоньку начинает пробовать записывать свои творения на телефон. Когда мамка услышала треки своего отпуска, она чуть не сошла с ума. Ведь в них был мат, агрессия, оскорбление. Она поставила ему условие, что он может и дальше заниматься музыкой, но только если уберет всю эту грязь из своих треков. Парниша занялся цензурой, убрал всю пошлость, но потом наткнулся на лилаяти и понял, в каком направлении он хотел бы работать. Сначала мать не давала доступ к музыке, но в конце концов растаяла, потому что видела, что у сына есть желание и мечта. А значит нужно дать шанс. И понеслась. Парниша дропает свои треки пулеметной очередью. На первый взгляд у него стандартные текста. Про сучек, тачки, деньги, наркотики, кварталы, опасную жизнь. Это делают многие. Но то, как выглядит этот парень, придает ему комичности и его творчество, выходит далеко за рамки мем-рэпа. Да и сами родные очень довольны, что благодаря талантам сына можно обеспечить финансовое благополучие всей семьи. Сейчас к этому ребенку приковано огромное внимание. Уже доподлинно известно, что с ним сделают фит. Лил Памп, Лил Яти, Лил Трейси. В общем, все фрешмены жаждут фита с Мэттом. А недавно сам Мик Мил обращался к родным юного самородка, чтобы подписать на свой лейбл, но получил отказ. А также уже ранее упомянутый Экс написал в инсте, что Мэтт это будущее. И если он не попадет в рейтинг фрешманов от журнала XXL, то он больше не купит данный журнал. И по итогу мы имеем весьма многообещающего ребенка в хип-хопе. И весьма интересно будет наблюдать за ним. Ведь сколько было примеров, что музыкант очень рано поднимается на волне хайпа. И через некоторое время остается у разбитого корыта. Все в руках этого юного самородка. А что вы думаете, какая судьба ждет этого парня? Пишите свое мнение в комментариях. На этом, пожалуй, все. С вами был Тёма Флекс. Большое спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, любите рэп и всем удачи!